Что я думаю о Иисусе Христе? Я говорю так, в чем отличие мировых религий? Сколько их существует? Иудаизм, христианство, ислам. Вот три мировые религии, которые мы рассмотрим. Какова основа всех трех религий? Одно и то же. Тора. В одном варианте называется Ветхий Завет и так далее. Ислам – это секта христианств, которая откололась. Ее называли сначала неосерианство. Ее на одному соборе прокляли, отрекли Бога Мохаммеда от христианства. Это я приводил данные, можете почитать, в каком году и так далее, чтобы сейчас не повторяться. Я сегодня помню точно год. И так далее. И где во всех этих религиях суть, основа является Тора или Ветхий Завет, ее частичный вариант. Так вот и расскажите. Даже в том варианте фальшивки, который дошел до нашей веры, Новый Завет, кое-что осталось от того, что говорил Торонку, называют Иисусом Христом. Очень мало, но кое-что осталось. Потому что реальный документ, который он… Вот я всегда, иногда удивлялся логике людей. Апостолы, которые, если почитаете Новый Завет, оказывается, больше, чем 12 с Христом. 13, а 12 апостолов, да? Там 15-17 разных евангелий получается, так? Но почему-то везде говорится о 12 апостолах. Это первое. Второе. Подавляющее большинство было совершенно безграмотных людей, которые ни писать, ни читать не умели. Вопрос. Каким образом они писали Евангелие? Вот просто бом! И стали грамотными. Человек, кого называют Иисусом Христом, его имя Радамир, на самом деле, знал много языков, читал многие книги и мог читать и писать. Вроде ничего не оставил, да? Оставил. Свои записи, которые его жена Мария Магдалина и пропагандировала, и создала очень мощное движение, которое получило название Катары или Эльбегойцы, в котором в 13 веке были уничтожены под корень, до младенцев уничтожались. Почему? Потому что там содержались слова тех, кто якобы пришли защищать, и содержались слова. То есть крестоносцы, пришедшие уничтожать катаров или эльбегойцев, были послан Папа Римским, который якобы наместник Бога, в том числе и Христа, на земле, да? Да. Задача была уничтожить эти документы, в которых явно было совершенно другое то, что несет современная церковь. И там то, что Мария Магдалина после смерти Христа и его ухода с земли несла людям, действительно трогала очень многих людей, изменила многих людей и так далее, но не дали им это делать дальше. Убили ее, а потом, когда она перестала быть живой, те, кто остались, много наломали дров в не ту сторону, как часто бывает. Так вот, если даже взять такой момент, чтобы признать, что «О, да, Иисус Христос», только мы говорим, «Кто читал Новый Завет, есть такие? Вот рекомендую почитать, есть, но мало. Вот плохо. А кто ходил в церковь? Ну, вообще не говорю, что сейчас, вообще. Гораздо больше. Странно, вот и прежде, чем пойти в церковь, я бы сначала прочитал бы. Вот, так вот, что Иисус Христос говорит, когда Он пришел к иудеям? Ваш Отец – дьявол, так? О ком Он говорит? О Боге Отце, да? Потому что иудеи не признали Иисуса Христа Мессией Божией, знаете, да? Так вот, Он говорит людям, что Ваш, кого Вы почитаете, является дьяволом. И давайте прекратите поклонение дьяволу. И вдруг Он оказывается Его посланником через Святой Дух. Ну, хоть бы удалили бы, хоть бы чистили, так чистили бы грамотно, фальшивку делали. Ну, неужели считают, что все полные идиоты? Дальше. Что там говорится? Чем отличие, кто знает, ну, кое-то знает, скажу, отличие иудаизма от христианства. В двух словах. Суть. Потому что основой того – это Ветхий Завет, в принципе. Потому что Новый Завет только мало что там дается. В основном это Ветхий Завет. Отличие иудаизма от христианства в том, что последствия иудаизма признают Мессией Божьим Моисея и ждут нового Мессии. Те, кто считаются христианами, считают, что Мессией у Господа Бога был Моисей и Христос. И все остальное одинаково, в принципе. Я обряды, нюансы не беру. Получается, единственное принципиальное отличие между иудаизмом и христианством – это признание или не признание Иисуса Христа Мессием Божьим. Так? Так. А теперь скажите, мог ли он воевать с религией для того, чтобы она признала его Мессием Божьим вторым, даже не первым? Как вы думаете, может такое быть? Не думаю. Понимаете, вот такой момент. Люди почему? Потому что люди не читали ни Новый Завет, ни Ветхий Завет Можества, ни тем более Тору. Не читали, поэтому они не знают. А то, что им лапшу на уши вешают в церквях священники, слушают их, и все, им достаточно. Так вот, если людям достаточно, чтобы их обманывали, и чтобы выгребали деньги из них карманов, это их право. Никто не может заставить человека не пойти и не отдать последние свои гроши тому же попу, священнику, который купит себе очередной дом, машину, яхту, самолет, заведет очередную любовницу, как вы знаете, или любовника, и такое тоже бывает, которое тоже будет содержать. Ну, устраивает людей такая ситуация? Пожалуйста, милости просим. Я, например, не против. Я считаю, что моя позиция, что, так сказать, это дело совести любого человека, во что он верует и не верует. Если человек верует, что он завтра помрет, и что ему нужно прыгать с высоты, пускай прыгает. Можно постараться объяснить, но он скажет, нет, я это верую. И сколько людей убивали себя в ожидании конца света. Знаете, да? Вы знаете, сколько концов света было за тысячу лет последних? Сотни. И люди так убеждали, что многие ложились в гробы, и многие себя убивали, чтобы не ждать прихода конца света. Об этом молчат, да? А он не наступает, а наступает. Хотя реальный конец света вызвано было другими причинами, но мог бы уже наступать несколько раз, по крайней мере, последние 10-15 лет. Поэтому, если хотите более подробно, вот кое-что у меня написано, в моей автобиографии затрагивает этот вопрос, кусками там есть моменты, где я отклоняюсь от своей биографии, и уносит в сторону, так сказать, в историю, или в политику, ближнюю или дальнюю. И у Светланы во втором томе это очень подробно описано многие вещи. И поймете, кто такой Иисус Христос на самом деле. На самом деле, он ничего общего с тем, кого его изображает. Плюс к тому же, как я говорил, иудеи принесли в христианский культ, который начинался с культа Азириса, в принципе, назывался сначала культом Азирис, постепенно он менялся и так далее. Вот я просто могу посоветовать людям просто эскурс сделать. Это доступная информация, кто желает, тут найдет. Почитать о культ Азириса, о культ Адониса, Атиса, Дионисе, и посмотреть, что сначала культ Азириса был придуман в Египте для рабов, так об этом это пишется, что его только придерживаются рабы, которому было сказано «гните жажжево», зато потом, когда вы сдохнете, у вас будут берега кисейные, реки молочные и так далее. А здесь вы должны терпеть все. Это было придумано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова